День согласия и примирения Великая смута охватила всю Россию от центра до самых заповедных окраин. Отряды польско-литовских воровских людей доходили до Каргополя и Сальвычегодска, разорили Онегу, осадили Сумской острог, грабили и убивали беззащитное население. Иностранные государства мечтали заполучить северное владение рухнувшей империей Рюриковичей. В Пустозерске высадились английские купцы. Они бесчинствовали в полярных водах, захватывая торговые суда и поморские ладьи, грабили царскую казну, хлебные запасы и крестьян. Лишь с усилением российского государства, укреплением его воинской мощи, прекратились наглые контрабандные операции иностранных купцов на русском севере. Смута, объявшая государство и людей, доставила страшные бедствия внутри страны. Об этом тяжело говорить, но это действительно так, что православные люди шли против православных. Казаки, пришедшие в Москву и заключившие союз с Лжедмитрием и поляками, разоряли православные селения, грабили храмы. И вот когда Казьма Аменин и Дмитрий Пожарский призвали казаков к себе и сказали, что возьмите все самое дорогое, предложив им церковное достояние, вот тогда они устыдились и вдруг вспомнили, что они находятся уже даже не в шаге, а в полшаге от того, чтобы потерять самое дорогое, а значит поставить себя вне веры, вне судеб отечества, вне смысла бытия Святой Руси. 4 ноября воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Вошли в него с Казанской иконой Божьей Матери и поклялись построить храм в память этой победы. Они освободили страну от польских интервентов и продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 4 ноября – дата празднования религиозного праздника. Этот день принадлежит Церкви. Православные христиане отмечают День иконы Казанской Божьей Матери. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича День Казанской Божьей Матери был объявлен государственным праздником. Его отмечали вплоть до 1917 года. Церковь призывает людей к милосердию и прощению, не разжигать конфликты на религиозной, территориальной и других почвах, а в отношениях друг к другу быть терпимыми. Грани этого праздника объединяют и созидают единство многих-многих людей, которые осознают себя христианами, или которые только встали на этот путь, или которые ощущают в своем сердце готовность принять Христа. Потому что 4 ноября, чествование иконы Божьей Матери Казанской, День Всенародного Единства, день праздничный во всем государстве. Это государственный праздник. Поэтому никаких препон в этот свободный от трудов день прийти в Церковь Божию нет. И я думаю, что самым главным и первым шагом празднования – это будет направить свои стопы в Храмы Божии. Вот это и есть настоящий праздник. От слова «упраздниться», то есть освободиться от суеты, начать жить духовной, святой жизнью. А лучше всего и легче всего этот шаг делать в Церкви у иконы Божьей Матери, поставив свечу и затепнув ее, помолившись от всего сердца. Еще одна благая весть. На праздничной неделе Владыка планирует осветить нижний предел храма Богоявленского собора. Знаменательно, что его посвятят иконе Казанской Божьей Матери, которую чествовали 4 ноября. Лишь с приходом советской власти традиция отмечать этот праздник прервалась. В Советском Союзе 7 и 8 ноября отмечали как годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник был одной из самых важных дат в СССР. 8 ноября, у меня день рождения, ближе праздник. Вот поэтому нам ближе. Ноябрьские праздники, конечно. Были флаги, были все транспаранты. Это 7 ноября. Красный день календаря же все-таки был. Ну а сейчас, видите, все по-другому. Новая жизнь пошла. Холодные ходили по Смедовича. Холодные. Ну, с организацией-то было намечено, когда проходить. Какой по очереди. Трибуна здесь же была. Газаи шли по очереди. С музыкой все было. Весело. Где прессали, где чего. Погода какая была. Погода прекрасная была. А погоду раньше как-то и не задумали. Потому что праздничное настроение было. О погоде не думали. Лужи не лужи, там снег не снег. Какая разница. Все шли пели под музыку. Также музыка играла по всему городу. И шли пели песни. Каждая колонна пели песни. Вот так было здорово. С флагами, с плакатами шли на площадь люди. Митинг небольшой был. А потом расходились по домам. И в домах сидели, праздновали. Песни пели и плясали. В Нарьинмаре традиционно на центральной городской площади имени Ленина проходят гуляния. Первые лица округа и города Владыка Иаков поздравили нарьинмарцев и гостей столицы с праздником. Едение народа было, есть и будет для России главной национальной идеей. Их политическому, в духовном плане. Это то историческое слово, которое связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Первый раз после более чем 300-летнего перерыва в России 4 ноября отмечали в 2005 году. Некоторые политологи и политики в то время высказывали, что праздник не приживется. Вот уже 8 лет россияне отмечают этот день. Даже не знаю. Дружба, да? Дружба, единение. С каждым годом значимость этого праздника становится все больше и больше. Очень хорошо, что организовываются народные гуляния. Все-таки любой праздник, мне кажется, не обходится без какого-то веселья, без торгового языка. Не сюда, не сюда, говорите. Тебе нравится такой праздник, Саня? И всегда, и всегда очень люблю машины. Это просто повод собраться все вместе. В данном случае мы с родственниками собираемся, встречаемся, ходим в гости. Ну, я не знаю, еще раз, еще один выходной. Это очень хорошо. День народного единства, я считаю, очень актуален в нашем округе, потому что у нас очень многонациональный округ, очень много народов собралось. Вот я, например, коми, да, и как бы у нас есть землячество, коми-землячество. Я вот в нем участвую. Союз нерушимый, республик свободных, дружба народов, надежный оплот. Актуальны эти строчки и по сей день. Русские коми, ненцы, украинцы. Ненецкая тундра стала второй родиной для людей разных национальностей. Однажды, приехав в эти заполярные края, они прикипели к ним душой, при этом не забыв своих корней. Сейчас в Ненецком округе зарегистрировано 32 землячества. Жители округа объединяются по национальному признаку, например, украинская и татарская диаспоры. Ассоциация ненецкого народа Ясавэй, коми-землячество и звата-сиясь. Жители деревень, которые по различным причинам были упразднены на территории округа, создают свои движения. Шапкина, Кореговка. Наринмарцы, поменявшие место жительства, на другие города тоже объединяются. Тасавэй, землячество ненецкого округа в Архангельске, Нятва в Санкт-Петербурге. Мы не насаждаем свою политику этим людям, которые объединились в эти землячества. У них своё желание сохранить память о своей малой родине, сохранить свои традиции, обряды, обычаи. Это их желание. Это не наше желание их подвигать к этому. Это их желание. Это их желание самим устанавливать обетные кресты, самим устанавливать часовни на месте своих поселений. Это их желание создавать фильмы, создавать книги о своих поселениях, чтобы оставить историю о своём поселении, о своём месте, где они жили, о своих традициях. За особые заслуги и активное участие в жизни ненецкого округа, членов землячеств и национальных объединений, отметил губернатор ненецкого округа, глава Заполярного района, депутату окружного и городского собрания. Уверен, что в будущем наше конструктивное сотрудничество во благо ненецкого автономного округа станет только крепче. Желаю всем участникам праздника отличного настроения и всего самого доброго. Губернатор ненецкого автономного округа Игорь Геннадьевич Фёдорович. Участники объединений – люди творческие. Своей миссией считают сохранение традиций родного народа. Будь то коми или украинцы, они чтят вековые обычаи, переданные от поколения к поколению. Это и фольклор, и рукоделие, и даже особенности национальной кухни. У нас вот такая летопись, мы завели её, и каждый клуб через год передаёт эту летопись следующему клубу. Это можно сказать не клубу, ну клубы, ну вообще-то землячества ими называемся. Следующему клубу. Здесь в этой летописи собирается материал, который, допустим, за весь год успели сделать клубы землячества. Свою работу мы показываем здесь в этой летописи, свою работу. Что мы сделали за год. И я сейчас просмотрела, буквально каждый клуб написал свою работу, которую они выполнили. Кто-то ездил в свою малую деревню на родину, кто-то, допустим, как наш клуб родные напевы, съездили в Болгарию и получили награды большие. Объединение землячеств в Нинецком округе – это незакрытые клубы. Здесь всегда рады новым членам, гостям. С радостью участники делятся секретами своего национального мастерства. Не сумуйте, родная Украина, ты в сердце каждого из нас. Хай квитнуть, Люба наша ненька, и Нивый, и Лан, и Девовижный сад. Спасибо. Я очень рада, что участвую в этом радиозном сегодня празднике. И буду дальше продолжать, буду стараться, потому что это все мне к сердцу. Примечательно, что в канун праздника Дня Единства и Примирения клуб «Землячья» с Нинецкого округа отмечает десятилетие. Каравай – знак единства и дружбы. Звон множества колокольчиков оглашает радостное событие. С каждым годом их становится все больше, потому что возникают новые и новые объединения. Например, на этом вечере клуб пополнился еще семью колокольчиками, семью новыми объединениями. Ведь наша страна сильна единством народа, независимо от национальностей, вероисповедания и классовой принадлежности. КОНЕЦ